Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В сегодняшнем видео я расскажу об одном из самых современных и удобных способов введения инсулина у детей и подростков, который называется помпа инсулинотерапией. В этом ролике будет много полезного, обязательно смотрите до конца. Пользоваться инсулиной помпой довольно просто, как и в случае использования шприц-ручек, инсулин поступает под кожу. Принципиальное отличие инсулиновых помп от шприц-ручек – что инсулин поступает непрерывно, то есть, по сути дела, мы имеем возможность воспроизвести физиологическую секрецию инсулина, в отличие от шприц-ручек, когда мы осуществляем отдельные инъекции инсулина. После перевода на помпу инсулинотерапию, как, в общем-то, и в случае со шприц-ручками, человеку с диабетом, ребенку, подростку необходимо продолжать наблюдаться у детского эндокринолога, по месту своего проживания регулярно обращаться за консультацией, и в процессе консультации детский эндокринолог проводит оценку, в общем-то, эффективности лечения, да, и при необходимости осуществляет изменение настройки инсулиновой помпы, а также дополнительное обучение. Что касается обеспечения инсулиновыми помпами, то есть сейчас мы имеем возможность, в общем-то, как и взрослым, так и детям произвести установку инсулиновой помпы. В частности, детям мы ставим инсулиновую помпу в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, то есть каждый ребенок имеет возможность абсолютно бесплатно за счет средств бюджета получить инсулиновую помпу, пройти обучение по ее использованию. При использовании инсулиновой помпы гораздо удобнее вводить инсулин, потому что если человеку не нужно самостоятельно считать необходимую дозу, достаточно ввести в инсулиновую помпу количество съеденных углеводов, уровень глюкозы в крови в настоящий момент, и помпа автоматически проведет расчет и предложит определенную дозу инсулина. Удобнее вводить инсулин, потому что для поступления инсулина достаточно просто нажать на кнопку инсулиновой помпы. Большие преимущества, в общем-то, инсулиновая помпа предоставляют для маленьких детей в связи с тем, что они имеют возможность вводить инсулин с небольшим шагом. Перед срочкой позволяют вводить инсулин только с шагом не менее пол-единицы, это, к сожалению, не всегда удобно для маленьких детей, потому что маленьким детям очень часто требуется гораздо меньшее введение инсулина. Так как в инсулиновых помпах не используется инсулина длительного действия, а используется только инсулина короткого действия, мы имеем возможность очень точно подобрать дозу фонового или по-другому базального инсулина таким образом, чтобы, да, вот эта доза соответствовала потребности в течение суток. Это действительно важно, потому что у маленьких детей, в отличие, например, от взрослых, очень сильно выражено различие потребностей в инсулине в течение суток, то есть многим детям требуется заметно больше инсулина, например, в ночное время по сравнению с дневными часами. К сожалению, вот инсулины длинного действия не могут предоставить такой возможности, помпы позволяют распределить инсулин с различной скоростью в течение суток. В нашем центре накоплен большой опыт использования помпы инсулинотерапии, поэтому, если вы хотите получить качественную медицинскую помощь, обращайтесь к нам. Чтобы записаться на консультацию в наш центр, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!